Так, продолжаем. Но давайте сегодня все-таки попробуем про эстель, про обеих, потому что надо. Значит, вурии – та, на которую у нас указывает серч в терноног. Когда-нибудь они объяснят, нафиг она таскает вот это. Это с 5-звездочного юнита, а это с 6, я сюда вставила. То есть они так и идут, и с 5 в 6. То есть да, сюда идет указка. В общем, когда они объяснят, нафиг они из мира мир таскают вот эту вот штуку на ней, и вот этот герб. Заорем мы, конечно, еще не так, как во луст Клодии заорали. Здесь был дан очень серьезный хинт, но я боюсь, что я могла сама кое-что понять не совсем так. Потому что ситуацию с прессией, я надеюсь, вы все знаете. И да, это был модный показ в Сильваранте, который заказал ее Рейвену. Да, там этот герб, и вообще убранство, как во дворце, который вы видели на терке. Но связка здесь пойдет хитро. Очень хитро. Через ядра. То есть... У них, вы видите, традиция всех рядить в свадебное платье, независимо от сюжета. Настоящих свадеб пока было не так много. В принципе, только Йоанн и Мартель, наверное. Ну, Тилкес и Ария тоже считаются. То есть... Ситуация. У нас уже есть вот этот мир. Я все-таки его разделила чертой, чтобы не путать. Где было про кого. Но мне проще так давать. Да, принцесса Виндорская, принцесса Изурия. Здесь они никак не могут быть одним персонажем, потому что... Она просто, в принципе, выросла в другом месте. Там очень много она рассказывает о себе в линке. Но это все в Эвенте вынесено. У меня ничего не сохранилось. При том, что без сомнения, они все идут от одного корня. И Нексус, это этот самый корень... Либо на этот самый корень нас выведет. Что будет с их реальностью, когда ситуация в Терноногу продвинется дальше, я пока сказать не могу. Это очень сложный сюжет. Психологически очень сложный. Ладно бы он был просто на вариантах. Но когда вопрос стоит уже так, что они могут все встретиться друг с другом... И это уже, в общем, начинает происходить... Не с несовпадением по планете. У Асбеля здесь глаз в порядке. Это там они по фану развлекались. Но просто шестизвездочные юниты, их немного в линке. Это самые лучшие карты, самые важные, самые красивые. То есть, как расставлены акценты, это просто Орвы Шикор. Линия Уминт с Клесом, она такая... Тоже очень своеобразная. Так что, скорее всего, здесь обломают вообще все шипы. В том виде, как у людей, люди встречаются люди, влюбляются, женятся. Здесь сейчас обломают все. Они по другой причине их всех рядят невестами. Особенность Тель. Да, у Весперии есть концовка в драму Сидея, но... Ласт Клодия что-то... Мне убило всякую охоту эту хотеть. А Райс убил вообще всякую охоту... Разбираться с миром после Мёрджа. Но, в принципе, картина уже ясна. Как только они нам объяснят, нафиг она таскает эту штуку на себе. И что значит этот герб на самом деле? Ну, у Весперии вообще, конечно, фанатов не останется, я думаю. А вот франшиза вся целиком, может быть, и сможет выплыть. За счет этого. Но стоит ли этого хотеть? Что Айё уже завальная на этом Лоре. Я думаю, что Эстель меня не бесит в Астерии, потому что просто не было времени ей вести себя так, чтобы она себя бесила. Наверное, не было ей просто времени себя показать. Так это, конечно, просто топ, кто меня бесит. По очень странной причине. Причем. Ну ладно, это уже личное. Просто да, их две плюс Нексус, который указывает на эту. Кого еще надо разобрать? Говорите, кого еще надо разобрать, хоть немного. А то через дня три уже точно поздно будет. Молчу про непосредственно сам фестиваль. Продолжение следует...